Всем привет! С вами ТВ-19 и рубрика «Опрос», а мы её ведущий Сошин Аркадий и Рассказов Сырки. Наш сегодняшний выпуск будет посвящен такой интересной теме, как «Новый закон Министерства образования о проверке всех учащихся на наркозависимость». Недавно был подготовлен приказ, который будет регламентировать условия и порядок проверки учащихся на предмет употребления наркотических веществ. Разговоры о проверке детей в образовательных учреждениях на предмет употребления наркотиков идут уже давно. Но как это делать и чем руководствоваться при проведении проверок, большинство учителей и родителей не знали. В связи с этим Министерством образования был подготовлен приказ, в котором четко описаны данные проверки. Официально называться процесс будет как «Социально-психологическое тестирование». Оно будет проводиться только на добровольной основе. Для этого у тестирования будет браться письменное согласие на прохождение данной процедуры. Делать это будут исключительно учащиеся, достигшие 15-летнего возраста. А проводить сами тесты разрешено только с 13 лет. Проверка учащихся возможна только с письменного согласия одного из родителей ребенка. По некоторым данным, данное тестирование будет проводиться в форме заполнения анкеты опросным методом. Но другие же источники сообщают, что для прохождения этой проверки нужно будет сдать анализ крови, дабы получить более правдивый результат. В любом случае, результаты проверки будут совершенно анонимны и не будут разглашаться. Данные теста будут обрабатываться специалистами и в течение 3-30 суток передаваться в органы здравоохранения. На основании полученных данных, в случае необходимости, будут приняты меры профилактики оботребления наркотических веществ. Какие именно будут эти меры, документ не раскрывает. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Студия ТВ-19 решила провести опрос среди учащихся центра образования. Мы выяснили, как ученики относятся к употреблению наркотических веществ и что они думают по этому поводу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как отношения? Наркотики – это плохо. Они вредят здоровье, желают привыкание. Ну, я отношусь очень негативно, потому что наркотики убивают человека. Да, к котикам относимся очень негативно. Мы их не пробовали и не собираемся. Да. В будущем. Ну, плохо, это как бы, фу, кто употребляет наркотики, тот плохой человек, вот. Плохо. Почему? Просто, когда обычно люди занимаются, то очень сильно затягивает, потом даже люди выбирают. Как вы относитесь к наркотикам? Очень отрицательный. Очень отрицательный. Вы употребляли, когда они? Нет, нет, даже не пробовали. Не повели ничего. Наверное, не боитесь? Нет, 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 боимся, боимся, хоть сейчас приезжают сюда. Вообще, мы гимнастический класс, мы за здоровый образ жизни. И, естественно, отношение к наркотикам сугубо отрицательное, негативное. Скажи наркотикам нет. Ну, как я могу относиться к ним нормально, если я девушка? Если я будущая мать, мне кажется, это очень вернет здоровьем. Да? Как ты относишься к наркотикам? Очень негативно, очень. Ну, во-первых, это и ломать жизнь, ломать здоровье. А зачем оно надо? Ну, его нафиг. Дети, не принимайте наркотики. И то я за вами приду. Мы очень плохо относимся к наркотикам. Мы любим спорт. Мы живем спортом. Наркотики – это не наша тема. Не наркотикам! И на этом наш эфир подошел к концу. С вами был ТВ-19, рубрика «Опрос». И мы, его ведущие рассказов Сергей и Сошин Аркадий. Не забывайте беречь свое здоровье и молодость. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова